Российские ученые из приоритетного направления «Эко-нефть» Казанского федерального университета исследовали донные осадки озер в разных частях планеты и обнаружили в них присутствие вещества внеземного происхождения. Космическая пыль была обнаружена в озерах Тургаяк, Плещеева, Рубской, Байкал и многих других. По словам ученых, наличие космической пыли в атмосфере Земли – это вполне обычное явление. На данный момент на планету попадает в среднем от 3 до 150 тысяч тонн пыли в год. И это только мелкие частицы. Помимо этого, образование пыли может быть связано с разрушением астероидов и комет, которые пролетают мимо Земли, после чего пыль оседает на планете. Тело, которое уже упало, и оно большое. Когда оно, допустим, сгорает в атмосфере, от него отщелушивается, так скажем, в результате абляции, маленькие частички. А вот это потом падает. А также происходит дробление тех объектов, которые у нас в космосе, в самом космосе. То есть они постоянно сталкиваются. От этого происходит образование мелких частиц. Когда они подходят близко к земному полю провитационному, их оно притягивает. По мнению ученых, данные исследования помогут пролить свет на то, каким был космический объект до превращения в пыль. А также помогут провести более широкие исследования космического вещества. Сколько поток этого вещества, потому что это все осветает на Землю. Мы можем найти ответы на то, какой объект разрушился, когда это примерно было. Может, мы в метеоритах находим новые, допустим, соединения, да, или новые какие-то элементы. К тому же космическая пыль может быть не только в нашей планетарной системе, она может быть принятена в других галактиках. Ну, что маловероятно, но, тем не менее, люди пытаются, ученые и исследователи, ее найти. Кроме того, существует гипотеза, что жизнь на планете Земля зародилась в результате занесения ее из космического пространства. Однако пока что эта гипотеза одна из самых нераспространенных. У нас же теория есть в панцпермии. Того, что жизнь произошла из-за того, что когда-то сюда упал какой-то или космический объект, или что-то было занесено с космосом. Кто сказал, что это могло занестись не с метеоритом, а вот с этими маленькими космическими пылинками? Конечно, это одна из самых нераспространенных теорий появления жизни на Земле. Исследования продолжаются, и скоро будут получены новые данные. Однако сейчас точное происхождение найденной пыли в объектах по-прежнему является темой дискуссий среди ученых всего мира. Лев Диденко, Универ Ньюс.